всем привет новое видео на канале сегодня мы поговорим о наушниках airpods 2 копия давайте начинать поехали из предыдущих нескольких видео вы поняли что я имею дело скажем так с определенными видами копии наушников от компании apple под названием airpods в нашем случае это поколение 2 ожидаем прошку поэтому подписывайтесь если хотите не пропустить видосы именно про них и так по поводу прошлых роликов потому что я говорю так как я говорю airpods 2 на самом деле эта модель скорее всего i9000 pro itvs 9000 pro и поэтому ныне все что я буду говорить про наушники будут называться так как они должны называться сегодня мы поговорим о модели которая на самом деле отличается тем что в ней есть настройки геопозиции и есть настройки bluetooth давайте посмотрим как она выглядит внешне распечатаем что внутри вообще лежат ли там наушники так у нас такая вот коробочка отличие потом будет отдельное видео как отличить копию от копий и какого рода копии бывают нашем случае приехала это все сегодня с москвы открываем прям так по фану и после этого уже будем смотреть что внутри и так коробочка у нас открыта давайте скажем пару слов об упаковке во первых поставщик говорит что скорее всего ближайшее время упаковка станет еще чуть более лучше и ближе к оригиналу то что проект показывает нам компания apple первое что естественно вот таким вот образом одним таким простым движением вы не снимите коробочку то есть не откроете не снимите крышечку не откроете коробочку есть определенные вида сложности по открытию и открывается это все не с первого раза опять же если вы покупаете если вам кто-то пытается впарить оригинал под видом копии точнее копию под видом оригинала да правильнее так будет сказать то конечно же обращайте на такие маленькие нюансы внимание я отдельно сделаю видео как отличить оригинал от копии поэтому еще раз подписывайтесь что у нас здесь если у нас здесь вот такая вот выпуклая текстура на пластике да есть если у нас здесь серийные номера да есть открываем смотрим что внутри кстати опять же здесь все как на оригинале открываем смотрим если серийные номера на самой коробке до присутствуют серийные номера на самой коробке что у нас по поводу комплектации и всей этой самой полиграфии ну что вот такой вот конвертик его делают кстати все лучше лучше с каждым разом и что у нас присутствует непосредственно здесь здесь у нас одна бумажка один quick guide в оригинале их как минимум три то есть две с какой-то текстовой информации и одна с наглядной примерно вот такой вот вы должны это понимать приобретая копию и вообще рассматривая ее к пользованию постоянному использованию за место оригинала давайте это пока положим все сюда дальше смотрим что нас встречает как говорится товар лицом первую очередь это сами наушники мы их откладываем в сторону и смотрим на внутреннюю комплектацию коробки что у нас здесь внутри но внутри у нас не совсем качественная вот эта штука она с каждым разом все лучше лучше но опять же она пластиковая в оригинале это экокартон который могу может разложиться по моему даже можно в воде размешать и он прямо растворяется ну и вот такой вот кабель lightning тоже не оригинал было бы странно думать что будет оригинал кстати в предыдущих видео я не совсем заметил что точнее не сразу заметил что у нас коробочки вот эти крышечки то есть они должны соответствовать и закрываться непосредственно изображению что сзади предыдущей партии они были перепутаны и перевернуты вверх ногами здесь все с этим нормально кабель есть бумажки есть что по самим наушникам наушники упакованы следующим образом есть определенного рода хлястик хотя этот хлястик на самом деле должен лежать я как понимаю это должно лежать все вот так вот я должен это все дело поднять и после этого только открыть открывается более-менее нормально дальше все это снимается что по качеству даже тут нюансы такие даже вот это вот бумажка она у оригинала естественно другая у каждой копии она отличается а оригинала тем более что по поводу самих наушников ну во первых ощущается осу ощущается такая приятная тяжесть потому что внутри скорее всего встроена не скорее всего а сто процентов встроена беспроводная зарядка что по поводу сборочки качество пластика в предыдущих версиях у нас от формовки пластика были определенного рода линии на самом пластике сейчас мы посмотрим если они здесь на первый взгляд я их не вижу посмотрите сами поставьте на паузу или сделайте скриншот и приблизьте сейчас попробую сконцентрировать ваше внимание вот так вот можно в принципе на свету посмотреть смотрите пока я вижу но тут вот опять же с этой стороны есть какие-то определенные моменты которые могут вызвать своего рода вопросы у пользователей но опять же это копия и естественно разного качества и придираться к этому ну такое открываем и что мы видим ну во первых присутствие всех серийных номеров и статичной информации под крышкой у нас загорается светодиод горит зеленым если в режиме сопряжения нажимаем кнопку он будет гореть белым цветом это прикольно это точно так же как и на оригинале сразу хотелось бы отметить вот я нажимаю на кнопку она во первых мягко нажимается практически так же как на оригинале но сразу бы хотелось отметить чип у нас здесь 15 36 поддержка гео и настроек bluetooth здесь есть определенная информация для понимания какую коробку ты берешь в руки вот такой вот красный кружочек с толстым красным цветом и вот здесь находится в самих наушниках конечно же это все дело можно аккуратно отодрать но вот такая вот лейбочка она присутствует на самом деле мне это абсолютно никак не нравится я считаю что никаких опознавательных знаков у нас не должно быть ну и в общем друзья давайте поговорим о том как это все дело подключается внешний вид мы посмотрели качество пластикового я вам примерно объяснил и тут начинается самое интересное если внешним видом мы используем может быть в чехле может быть вообще не обращаем внимание потому что спустя какое-то количество дней у вас появятся первые микро царапины вы будете носить это все в кармане брюк и все это дело потихонечку затрется и вам до этого все равно то внутренняя составляющая как они звучат как они подключаются вы с этим будете сталкиваться в каждый день и эти наушники чем и отличаются у них есть настройка bluetooth как на оригинале и настройка геолокации то есть поиск по гео давайте я продемонстрирую и то и другое вы открываете наушники у нас происходит анимация вы уже подключили если вы не знаете как подключить то естественно вы посмотрели сейчас это все бэкграундом на экране после того как вы подключили наушник вы можете пройти в настройки настройки bluetooth и зайти вот под названием копия в предыдущих версиях вы не можете изменить название ничего просто вообще ничего у вас есть только два пункта отключить и забыть это устройство здесь же все происходит следующим образом вы можете изменить имя допустим копия джим гаджет манина так копия джим джим и даун надо нажать у нас появилось новое название копия джим вы можете преобразовать левый в наушник не следующую дорожку а допустим предыдущую или вообще выключить также как на оригинале а правый но пускай у нас будет трек пауза правильно правильно авто обнаружение ухо все у нас дело работает микрофончик также как и в оригинале всегда левый всегда праве без каких-либо проблем и все это отображается в настройках локатора ну и одна из главных фичей которые заявляются производителем непосредственно в новинке это геолокация ваших наушников сейчас уже вы можете посмотреть что эти наушники определили свое местоположение в сети и здесь вы можете видеть что это airpods толстой копии и вот пожалуйста наушники находятся здесь можно воспроизвести звук наверное но мне кажется они не смогут это сделать иначе в чем тогда отличие потому что по звучанию сильно стало немножко но лучше тот звук был тоже мне нравилось но этот звук стал еще лучше и звук воспроизводится причем как причем find my это сразу воспроизводится как звук останавливаем сразу приходит мне помещение на почту и так мы имитируем что у нас положение наушника в ухе закрывая датчик если мы делаем вот так ставится на паузу скорость срабатывания можете посмотреть и оценить сами я немножко послушал качество звука в принципе осталось на таком же уровне может быть чуть-чуть стало получше если нажать два раза как мы иностран назначили в настройках у нас непосредственно будет следующий следующий трек просто попасть по датчику если снимаем сразу ставится на паузу если одеваем сразу непосредственно начинается проигрывание в принципе почему нет дальше если какой-то конфликт у нас между двумя наушниками я допустим включая играет играет без проблем есть характерный звук достали перестает играть поставили опять в ухо начинает играть play пауза на этом наушнике поставленного настройках непосредственно так как мы и хотели срабатывает достаточно быстро но у меня есть несколько но эти хорошо хорошо очень быстро срабатывает так какие выводы мы сделаем насчет этих наушников ну во первых хотелось бы отметить что качество выросло в плане звука качество выросло в плане прошивки внешний вид есть еще на чем работать мне кажется что я вот проверил на внешне тактильное ощущение мне кажется что вот это вот петелька стала металлическая была пластиковой это определенно они стали больше весить на несколько грамм и это прям чувствуется есть заявленные функционалы китайцы нас не обманывают саму самых устройствах от компании apple на эти наушники определяются как airpods и то есть видно в геолокации видно в настройках bluetooth и я вам это все продемонстрировал даже такой маленький нюанс как регулировка громкости и при смене регулировки значок у нас непосредственно как на оригинале это именно наушники не просто значок bluetooth а именно как наушники apple airpods да есть над чем работать по внешнему виду да есть чем работать по фактуре и по качеству пластика опять же но человек не знающий без каких-либо проблем перепутает с оригиналом в нашем случае кнопочка начинает нажиматься уже мне нравится как она нажимается она мягенькая такая то есть вот прям хорошо шрифты у нас здесь присутствуют и они в принципе конечно еще не оригинальные но очень близки к этому что касаемо зазоров всех этих технологических отверстий да они здесь конечно же не на супер хорошем уровне но опять же за те деньги что нам предлагает китай это очень даже ничего звук буду сравнивать с оригинальными звук буду сравнивать с другими копиями поэтому пожалуйста подписывайтесь на канал пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу а 9000 про мне кажется это именно эти наушники если нет пиши об этом в комментариях и распространяя данное видео в соц сетях и своим друзьям если кто приходит с ютюба эти наушники будут продаваться за 4000 рублей но именно точно такие же новые всем кто с ютюба напишет ссылочка будет в описании также оставлю ссылку на продавца и на его instagram опять же так что подписывайтесь на канал совсем скоро увидимся у меня есть что вам рассказать еще всего доброго до свидания а